МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Оксана Полиной. Вот что сегодня вас ждёт в нашем выпуске. В кювет кувырком! Кузбасский водитель перевернулся в машине 8 раз и остался жив. Великий и могучий, правдивый и свободный кузбасские школьники сегодня сдают первый единый госэкзамен по русскому языку. Танцы вопреки переломам. Кемеровских травматологов с праздником поздравили вылеченные пациенты. В Новокузнецке злополучная Линская трасса, на которую часто жаловались горожане, не будет отремонтирована. По решению губернатора Романа Тулеева, из областного бюджета на реконструкцию дороги выделят деньги. Причём ремонт начнут уже завтра. Задача по расширению шоссе была поставлена губернатором ещё ранее. Вы помните, после того, как губернатор проехал по этому шоссе, он уже оценил ситуацию как удовлетворительную, и что вопрос необходимо решать. И на первом этапе было выполнено освещение этой трассы. Работа велась в зимний период. И на тот момент у нас были другие важные приоритетные вопросы, и очень сложно было распыляться. Сегодня по всей России школьники сдавали первый единый госэкзамен. В Кузбассе 14 тысяч выпускников тоже на время поменяли школами и проверили свои знания по русскому языку. Максим Аблендер подглядывал в классы первой гимназии и вспоминал школьные годы. Надеяться на чью-то помощь выпускникам школ сегодня не стоит. В каждом кабинете, принимающем ЕГЭ, установлено видеонаблюдение. Мобильные телефоны запрещены, а за ходом экзамена следят общественные наблюдатели. Увидят шпаргалку – быть беде. Это очень серьёзно, вплоть до того, что могут лишить вообще работы. То есть, ребёнок тогда не сдал экзамен, значит, он тогда не получает аттестаты. То есть, вот, ну, серьёзно. В зависимости от того, какой, ну, дай бог, нарушений таких у нас не было. Я надеюсь, что и нынче не будет. 11-классник Анатолий Киркин говорит, шпаргалок даже не думал брать. Выпускник планирует поступать в экономический вуз. Дополнительно будет сдавать ЕГЭ по истории и обществознанию. Ну, а перед первым экзаменом по русскому языку особо не волнуется. Я думаю, мы готовы. Прорешено очень много тестов. И слишком много потрачено сил. Я думаю, что мы справимся. На экзамен по русскому языку в этом году ученикам дали времени больше. На полчаса. Преподаватели говорят, 210 минут предостаточно, чтобы показать все свои знания. А вот несколько экзаменов по выбору, к примеру, физику и литературу, сократили на 5 минут. Сдать госэкзамен сегодня предстоит не только выпускникам общеобразовательных школ, но и учащимся вечерних. Абитуриенты, которые уже давно закончили школу и хотят поступить в вуз, сегодня тоже сдадут русский язык. Отдохнуть после написания предмета долго не получится. Уже через три дня пройдут первые госэкзамены по выбору. Максим Аблендер, Дмитрий Шилов, новости моего города. Кузбассовец 8 раз перевернулся вместе с машиной и остался жив. На ютюбе ролик с вращающимся вокруг своей оси автомобилем на трассе Белово-Гуревск-Салаир набрал уже больше 200 тысяч просмотров. На этих кадрах с видеорегистратора видно, как Hyundai Sonata обгоняет Калину, потом водитель резко тормозит. Судя по всему, он заметил машину на встречке. Hyundai скользит на дороге, вылетает в кювет и переворачивается в 8 раз. Как сообщили в областной ГИБДД, в ДТП никто не пострадал. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, звоните на телефон горячей линии 8 933 300 0300. От вашего звонка может зависеть чья-то судьба. В Кузбассе назначен новый заместитель губернатора. Андрей Малахов перешел на другую работу в Ростехнадзор и переезжает в Москву. Об этом сообщает новостной портал СИБДПО. Сегодня на должность заместителя губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетике назначен Андрей Гомершмидт, который до этого работал начальником департамента угольной промышленности и энергетики Кемеровской области. Сегодня некоторые кемеровчане распрощались с горячей водой. Отопительный сезон в городе закончился. Подробную схему отключений можно посмотреть на официальном сайте администрации Кемерова. В этом году весна нас не баловала, поэтому такое позднее отключение. Но, к сожалению, дальше мы не можем тянуть, потому что надо провести все ремонтные работы уже к поддотковке к следующему сезону. Лето у нас короткое, всего три месяца. Надо все успеть, все сделать, все дырки залатать. Поэтому с сегодняшнего дня у нас уже уходит на испытания часть Кировского района. Там будет отключено горячее водоснабжение. Рудничный район, Кедровка, Заводский район, Ягуновка, Предзаводской, РТС, часть Зайскитимской части города и часть Ленинского района до Бульвара Строителей. Кемеровские травматологи 2-й городской больницы отпраздновали юбилей. Поздравить их с 50-летием пришли танцоры и музыканты. Благодаря этим врачам артисты на сцене. Медики поставили их на ноги в прямом смысле. Мои коллеги узнали, как врач может изменить судьбу человека. Легкие движения и воздушные прыжки даже не верятся. Люди, что сейчас на сцене исполняют замудренные па, когда-то ходили в гипсе. Зачастую травма для танцоров звучит как приговор. Перелом ноги значит конец карьеры. Но только не в этом случае. Врачи травматологического отделения 2-й городской больницы Кемерова совершили настоящее чудо. Танцоры, несмотря на травмы, снова на сцене. Сегодня на сцене только те, кто мог навсегда забыть о творчестве. Саксофонистка Катя в 7 лет получила травму позвоночника. Уверена, если бы не попала к врачам 2-й городской больницы, никогда бы не смогла заниматься музыкой. Словами не описать. Мне тогда было 7 лет. Одевали специальное оборудование, можно сказать. И тянули шею, выправляли мои позвонки. Врачи травматологического отделения принимают поздравления от благодарных пациентов. И снова за работу. После торжественной части приступают к медицинской конференции. Людям в белых халатах нужно постоянно учиться, делиться опытом с коллегами. Благодаря непрерывному самообразованию они и внедряют новые технологии. Это не так давно на базе нашей больницы внедрён новый метод оперативного лечения, малоинвазийный переломов, максимальный отдел плечевой кости у людей пожилого старческого возраста. Это с помощью титановой спирлевидной конструкции с биоактивным покрытием. Благодаря этой конструкции травмы заживают в два раза быстрее, чем обычно. Конечно же, значительную роль, кроме внедрения новых технологий, играет и то, как сами врачи относятся к работе и пациентам. Волеченные танцевальные и музыкальные коллективы говорят им спасибо и желают ещё много лет дарить возможность жить и творить. Наталья Токмагашева, Дмитрий Фокин. Новости моего города. В Кимерве скоро пропадёт наружная реклама. Сотрудники МЧС уже начали убирать баннеры с городских улиц. Главная проблема такой рекламы в том, что зачастую она не отвечает нормам безопасности. Согласно проведённой экспертизе, баннеры рекламного агентства «Пирамиды» находятся слишком близко к перекрёсткам, что противоречит ГОСТу. К тому же нередко изображения на щитах вызывают удивление и возмущение. Например, унитазы. Такая картинка долго встречала гостей города. Кстати, интернет-система анализа компаний показала, что контролирует агентство «Пирамиды» Андрей Михайлов, сын бывшего мэра. Щиты рекламного агентства находятся в самых выгодных местах города, что приносит стабильную прибыль. Однако в социальных проектах фирма не участвует. Работники Кимеровского азота отметили свой профессиональный праздник – День химика. К мероприятию готовились долго и тщательно. Главным требованием было сделать праздник нескучным, запоминающимся и ярким. Пасмурный день настроение не испортил. Поздравить работников крупнейшего в Кузбассе химического предприятия приехали представители городской и областной администрации, а также терруправления заводского района города Кимерова. В общей сложности городскими, областными и заводскими званиями было отмечено более 100 лучших работников азота. После вручения наград начался концерт, во время которого азотовцы дружно поддерживали артистов, пели вместе с ними любимые песни. Бывших азотовцев никогда не бывает. Мы всегда душой и телом присутствуем на этом предприятии, потому что вся молодость, все иные годы прошли именно на азоте, а в особенности на производстве капралактамны. Для меня лично это на самом деле праздник, потому что это как бы трудовое рождение. Понимаете? То есть это не просто, допустим, ну вот как-то определенная какая-то дата, а это рождение моей трудовой деятельности. Я всю жизнь, все 39 лет отработала в химической промышленности, и для меня это на самом деле праздник. 25 мая по всей стране для миллионов школьников прозвонил последний звонок. Белоснежные бантики и фартуки, напутственные слова и слезы на глазах родителей и учителей. Для ребят Кемеровской школы-интерната номер 22 это первый шаг во взрослую жизнь. Подробнее Юлия Костина. Школа-интернат номер 22 особая. Это учреждение создано специально для детей с нарушениями речи. Последний звонок здесь проходит в уютной обстановке, и это не мудрено, ведь за долгие 10 лет обучения школа без преувеличения стала вторым домом для детей. В этом году последний звонок прозвенел для семи выпускников. Все ребята продолжат обучение в профессиональных колледжах. Алена Никифорова выбрала специфическую редкую профессию. Лаборант химического анализа. Брать с улицы анализы, посмотреть природу, загрязнение. Выбор профессии у Алены произошел не случайно. С этой специальностью девушка познакомилась на одной из экскурсий по предприятию Азот. Азот является нашим шефом, можно так сказать, нашим другом, партнером. То есть данное производство, оно не только помогает нам материально организовывать наш учебно-воспитательный процесс, но и помогает в профессиональном определении наших выпускников. Старшие наставники из Азота помнят ребят еще первоклашками. Своими советами не раз помогали. В течение многих лет мы уже являемся шефами этой школы, школы-интерната номер 22. И ежегодно лице администрации оказывает довольно-таки серьезную помощь в содержании зданий, кабинетов этой подшефной школы. Постоянно ремонтируем, встречаемся со школьниками, оказываем посильную помощь, напутствуем. Самое главное, что и в будущем Азот не забудет о своих подопечных, помогает при трудоустройстве и в помощи никогда не отказывает. Юлия Костина, Константин Червяков. Новости моего города. Пара дипломов настала не только у неопытных специалистов, но и у руководителей со стажем. В течение года управленцы из разных отраслей проходили обучение по президентской программе на базе площадок лучших учебных заведений региона. Получали новый опыт и знания на зарубежных стажировках в Германии, Великобритании и Франции. По словам организаторов, чтобы стать участником такой программы, необходимо иметь опыт работы не менее пяти лет, причем три из которых обязательно должны быть в руководящей должности. 132 переквалифицированных управленцев вливаются в экономику региона. От них будет безусловная отдача. И это уже 16 выпуск молодых людей, амбициозных людей, которые толкают нашу экономику. Если вы останетесь с нами, то вы узнаете о передвижной недвижимости. А вот что еще вас ждет.